Здравствуйте! В эфире программа «Город 112». О том, что случилось в Краснодаре и районах края за минувшие выходные дни, расскажу я, Игорь Зайцев. И сейчас факты, комментарии, расследования и наиболее резонансное происшествие. Коротко о главном сегодня. Экстремальная жара не торопится покидать Кубань. В Краснодаре объявлена высокая пожароопасность. Массовая авария в Кущевском районе унесла 4 жизни. Во обстоятельствах смертельного ДТП разбираются эксперты. Кому принадлежат старинные иконы? Чтобы ответить на этот вопрос, следователям придется погрузиться в прошлое. Лето. Не торопится покидать Кубань. В некоторых районах края столбики термометров так стремятся вверх, что могут достичь отметки 37 градусов со знаком «плюс». В Краснодаре из-за жары действует экстренное предупреждение о пожароопасности. В школах, чтобы ученики не мучились от зноя, даже решили сократить время уроков. Напомню о номерах телефонов, по которым нужно звонить при чрезвычайной ситуации. Они сейчас на экране. В Краснодаре пассажирам второго маршрута трамвая утром было по-настоящему жарко. Правда, не из-за погоды подвела техника. В одном из вагонов во время движения произошло ЧП. Случилось это примерно в 8.20 в районе Чистяковской рощи. По словам очевидцев, клубы густого дыма повалили со стороны радиатора. Люди начали задыхаться и кашлять. Водителю сообщили о проблеме, нажав тревожную кнопку. Он применил экстренное торможение. Как только дверь открылась, пассажиры устремились наружу. Возгорание потушили быстро своими силами до прибытия пожарных. Уже через несколько минут пустой трамвай отправился в депо. Причину инцидента выясняют эксперты. Сотрудники Краевого следственного комитета продолжают проверку по факту гибели известного дайвера в Сочи. Тело Владимира Федорова удалось поднять на поверхность 16 сентября, через 4 дня после того, как он исчез. На этом видео кадры спецопераций по подъему погибшего из пещеры, заполненной водой. Там спелеоподводник оказался во время погружения в Воронцовские пещеры. Его тело нашли в 150 метрах от места погружения на глубине 42 метра. По предварительным данным, мужчина не смог подняться на поверхность, потому что запутался в веревке, которую оставили участники предыдущей экспедиции. Окончательные выводы будут сделаны после проверки. Еще два несчастных случая на воде произошли в Краснодаре. В субботу в Пашковском микрорайоне утонул 30-летний краснодарец. Как выяснили следователи, он ловил рыбу в районе улицы Гоголя. Решил искупаться, зашел в воду и начал тонуть. Люди, которые были неподалеку, бросились ему на помощь, вытащили на берег и вызвали скорую. Однако спасти молодого человека не удалось. На следующий день в озере Старая Кубань утонул 25-летний парень. Трагедия произошла на пляже Солнечного острова. Тело из воды достали прохожие. Медикам скорой помощи оставалось только констатировать смерть. Обстоятельства обоих ЧП выясняют следователи следственного отдела по Карасунскому округу Краснодара. Полицейские Кубани выясняют обстоятельства массовой аварии в Кущевском районе. Сразу пять автомобилей столкнулись на трассе М4 Дон. Жертвами ДТП стали четыре человека, пострадавших столько же. Трагедия произошла в три часа ночи на повороте к селу Степному. По предварительным данным, легковой автомобиль «Фольксваген», за рулем которого был 46-летний водитель, врезался в попутный грузовой фургон «Исузу». От удара легковушку развернуло, и она зацепила еще три автомобиля. В результате погибли водитель «Фольксваген» и три его пассажира. Все они жители Ростовской области. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Полицейским Тихорецкого района придется погрузиться в прошлое. Они выясняют, кому принадлежат иконы, найденные на чердаке детской школы искусств в станице Фостовецкой. Их обнаружили строители, которые ремонтировали крышу здания. По мнению следователей, иконы спрятали там еще до революции. Не исключено, что их украли из местного храма около 120 лет назад. Тогда похитили четыре образа, а нашли только один. По другой версии, иконы могли принадлежать помещику, в доме которого находится школа. Обе предстоит проверить следователям. Краснодарские полицейские лучшие не только в работе, но и на футбольном поле. Команда городского управления МВД победила в традиционном спортивном турнире. Накануне он прошел в Крымске. В течение трех дней за звание чемпиона боролись 27 команд. На поле вышли более 300 полицейских. Этот турнир уже традиция. Полицейские кубани проводят его в память о коллегах, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. Кубанских первоклассников посвящают в пешеходы. Автоинспекторы учат их правильно переходить дорогу и дарят свето-возвращатели. В дни празднования 80-летия края площадки по обучению детей правилам дорожного движения работали в Армавире и Краснодаре. Церемония посвящения в пешеходы прошла и в Туапсинском районе. Люди в погонах учили школьников правильно пересекать проезжую часть на велосипеде или гироскутере. Ребята участвовали в эстафетах и вспоминали значения дорожных знаков. Каждому первокласснику полицейские вручили светящиеся в темноте брелки и браслеты. Автомобильную тему продолжим в рубрике «Дорожные ситуации». Предлагаю посмотреть подборку аварий, произошедших в Краснодаре за минувшие выходные дни. Все снято на видео камерами городского наблюдения. На углу Тургенева и Дальней типичная для краевого центра авария горит красный, но водитель даже не думает останавливаться. Спустя мгновение врезается в притормозившую впереди машину. На красных партизан и герцена автомобилист тоже почему-то не смотрит на светофор. От удара легковушки разлетаются в стороны, а дно разворачивает так, что на асфальт вываливаются коробки. А это красноармейская 106 и ДТП с участием фуры. При повороте большой груз задевает беззащитную легковушку. Ставропольская и Вишняковой. Здесь мотоциклист получает по заднему колесу своего двухколесного транспорта. На Тургенева и Дальней вот так неудачно шофер перестраивается со средней полосы на крайнюю левую. На Дзержинского и Лузана дорожная стычка для одного из автомобилей заканчивается потерей бампера. Не поняли друг друга водители на Тюляево и Уральской, на Ялтинской и Уральской и на Минской и Каляево. На Кубанской набережной автоледи торопятся, а как известно из народной мудрости, спешка нужна не всегда. Это была последняя информация нашего выпуска. Соблюдайте законы, это поможет вам избежать многих проблем. Мы следим за событиями, происходящими в нашем городе и крае, чтобы рассказать вам о них первыми. Я не прощаюсь, встретимся в 18.50. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова